все пошла запись привет всем привет фух ужас вообще все эти полчаса даже уже 40 минут какой кошмар разбиралась некоторыми проблемами у меня тут ногу я повредила но сейчас очень сильно и я сижу прям зациклена только на этом уже забыла что я хотела вам рассказать вообще так плохо ой ну ладно ну там ничего страшного не переживайте мне дэвис мой любимый дорогой пес победил мне ногу проволокой прям вот проехался по ноге ужасно больно ну вроде все нормально нога нет придет это точно надо просто подождать вот поэтому так и задержалась а я учу пошла я пошла посмотреть на пожар у нас тут лес горит рядом вот прям совсем перед домом да да уже все сделали татьяна все нормально и я пошла смотреть потому что ночью хорошо огонь к сожалению и я смотрю вроде уже все потухло днем было все нормально а сейчас вышла смотрю там вот в некоторых местах такие вот прям огонечки красные то есть видно что все таки еще там что-то горит и пожарки ездят по верху и поливают это все водой и я так переживаю я вообще очень страшно этого боюсь всего не переживаю тоже еще плюс короче все на голову навалилась и массе придумала проблем потом меня сбил дэвис нечаянно нога болит ну ладно все хорошо не переживайте за меня все нормально я представляю сейчас не буду писать как и чем полечить потому что я как-то написала что мне болит голова в в этом stories вот и мне сразу девочки стали писать кучу разных всяких способов определить причину и вылечить головную боль причем не столько там болезни разных написали что вот лучше не читать у меня там болезни были от самой небольшой до самых ужасных приветик приветик где вторая сережка они обе на месте все нормально падает свет вот ну все не будем уже об этом давайте начнем у меня еще после этого вашего эфира у меня еще лекция к лекции готовилась очень тщательно лекция по теме как фотографировать вязаные изделия я не знаю управимся ли мы до утра потому что очень много очень много всего я запланировала ну ничего потихоньку будем рассказывать буду рассказывать это будет лекция у нас вот в 21 15 но скорее всего она будет попозже а сейчас мы с вами планировали еще вчера и вам обещала что я вам расскажу про некоторые сложно сложности трудности с которыми столкнулись девочки участницы интенсива с которым столкнулись вы потому что мне участницы интенсива смотрят блин что-то нога побаливает ну ладно я не буду ноги все надо терпеть это потому что эфир вот и хотела рассказать о том какие трудности были у вас и как вы их разрешали как советовал их я разрешить потому что я уверена что девочки будут еще вязать по этим видео на ю тубе свои платьишки разные ажурные и естественно могут столкнуться с такими вопросами это даже не то что трудности какие-то это просто вопросы которые у вас возникали в процессе вязания которым мы с вами решали привет булочка оригинальненькая спасибо привете катя александра берегите себя ой меня ли саша бережет и я себя берегу думаю что все нормально ну честно тут ничего особенного просто небольшая ранка и еще вот уж говорю такой толстой проволокой и просто больно реально больно но это не столь страшно и что там все нормально ногой шевелю никакого там ушиба сильного перелома нет потому что чисто вот именно за счет трения вот так вот все это случилось вот это мне слишком эмоциональный дэвис и меня увидел и все и побежал мне прыгать на вот на эту кофточку кстати вот ну давайте начнем буду по порядку вы как мы вязали наше платье вы кстати тоже можете написать с какими трудностями вы столкнулись если вы платье вязали вместе с нами вот и чтобы мы вместе это обсудили потому что интересно может быть кто-то что-то умолчал если плохо слышно можете наушники вставить или звук сделать погромче потому что я со своей стороны тут звук прибавить не могу вот как говорю так и говорю все зависит от того устройства которое воспроизводит звук звук вот с первой сложностью с которой столкнулись девочки с первым вопросом это когда вязали образец направление вывязывания двух вместе мы с вами когда вязали образец я вообще в принципе о всех этих проблемах уже рассказывала мы сейчас хочу как бы подытожить немножко рассказать в целом от начала до конца вот и вот с первой трудностью с которой столкнулись девочки это в какую сторону провязывать вместе что получился узор что получился правильный красивый ажур некоторые некоторые это либо игнорировали потому что ну как бы все время вязали в одну сторону 2 вместе некоторые действительно и никто действительно приходит перевязывать много раз узоры для того чтобы это понять так вот и перед тем как связать образец вы обязательно должны схему прочитать вот мысленно про себя посмотреть каждый значок каждое условное обозначение прочитать чтобы понять в какую сторону что вязать очень важно чтобы в ажуре не было скрещенных петель очень важно чтобы вы провязывали 2 вместе с наклоном вправо и 2 вместе с наклоном влево если это требует узор то есть в ажуре не прокатывает просто 2 вместе провязываешь и дальше вяжешь там обязательно важно направление вот это то что я увидела у девочек то что я исправляла то что мне пришлось ну как бы девочек расстроить из-за того что они что-то не так связали и конечно же перевязывали было такое поэтому даже если вам вы увидели что что-то не так и вам кажется что мы сто процентов вы вяжете неправильно значит перевязывайте узор разбирайтесь в ажуре не любой ажур получится если вы будете просто так вязать 2 вместе в любую сторону приветик вера благодарю за интенсив все очень понятно я уже закончила вязать остались ключевой шов этого и фотографии но я уже думаю что еще связать сложности быть с вырезом и совмещением узора ажуров но встретим она все получилось спасибо татьяна очень приятно у меня миллион трудности самая стремная пойму как твою 17 сантиметров делала высоковато и даже 5 сантиметров пройма не очень подошла может если бы в начале было ровно два сантиметра я на вот у меня почему пройма 17 сантиметров потому что у меня лен с хлопком и он тянется и я это предусмотрела то есть я прекрасно понимала что 17 будет для меня идеально но если она будет больше если она подтянется будет вообще супер вот у меня как раз именно так и получилось что она у меня вытянулась вниз и такая стала прям вот большая то что мне надо а нет невысокая до низкая невысокая то есть наоборот маленькая получилось но вот она в процессе носки может растянуться это как раз я учитывала вот потому что мой образец он у меня после этого растягивался следующая самая наверное страшная проблема это реально проблема была это даже не то что какая-то там вопросами трудность это когда девочки связали образец все посчитали все идеально дальше начали вязать платье и после того как они провязали уже так прилично они измерили это все дело и получилось что платье у них не на их размер она 3 толстеньких тетей вот три толстенькие тети можно этим платьем обмотать несколько раз в чем проблема я писала уже пост на эту тему по поводу образца что образец на самом деле по плотности отличался от того что вы вязали то есть образец от вязали внимательно следя за каждой петелькой следя за натяжением следя за узором это вообще в принципе любой образец он вяжется более внимательно более медленно что ли чем когда вы уже вяжете целое изделие когда вы начинаете вязать целое изделие вы разгоняетесь ваши руки набирают определенный темп вы уже совершенно спокойно запоминаете узор и с быть совершенно спокойно в каком ряду что куда переплетать это касается любых узоров не только ажура и тогда руки они как бы вяжут той плотностью ваш ваш ажур ваш узор той плотностью которая им удобно то есть набрали темп и это уже когда вы вяжете целое изделие когда вы вяжете образец вы более внимательный он вяжется более медленно и у ваши руки они еще не разогнались пока вот вы начали там первые петельки провязывать образец небольшой получается что плотности у вас будут отличаться это все приходит с опытом и очень важно за собой следить у меня тоже такое было не раз это нормально это не значит что вы какая-то криворукая вот но я в принципе всегда всегда когда вижу всегда даже сейчас я слежу за натяжением нити я слежу за своими руками вот если для меня важно чтобы у меня было плотненько тогда я слежу так чтобы у меня плотненько петельки вывязывались если мне хочется более рыхлого чего-то вот как я вязала ажур свое платье пробная там я наоборот старалась рыхло вытягивала петельки и все это я внимательно сама лично контролирую то есть не только мои руки вяжут но еще и вяжут мои глаза мое внимание мое чисто вот отношения к процессу вот поэтому когда вы связали образец вы обратите внимание как вы его вязали так сильно вы натягивали нить нить и тогда вы уже можете вязать все платье именно опираясь на ту плотность контролируйте себя еще была такой проблемой когда вы вязали образец с поворотными рядами а сама платье вы вязали по кругу и вот когда вы вяжете по кругу у новичков особенно умение опытных вязальщиц помните я писала что я это слово не люблю но я его говорю более опытных вязальщиц плотность другая умение опытных плотность другая когда вы вяжете по кругу и когда вы вяжете поворотными рядами вот если вы совсем не опытная даже можете себя оценить правильно я могу себя оценить я могу сказать что у меня опыт есть я не супер идеальная какая-то вообще не космическая но опыт у меня есть и я точно уверена что образец у меня будет совпадать плотность образца будет совпадать плотностью моего вязания конкретно уже целого изделия но вы себя можете оценить вы можете так прикинуть что скорее всего я здесь где-то натуплю вот и скорее всего наверно мне придется вязать образец по кругу это нормально когда вы вяжете все изделия по кругу и образец естественно тоже вяжите по кругу тогда вы попадаете в плотность более точно и тогда ваши расчеты будут более точными еще такая проблема вся из связана с образцом когда образец маленький и вы его неправильно измерили очень многие неправильно измеряют образец очень многие как-то знаете так не очень внимательно они очень тщательно подходят к этому вопросу то есть положили измерили записали забыли но в смысле посчитали забыли и начали вязать на самом деле очень важно образец измерить на следующий день потом еще раз я это так делаю и очень бывает так периодически что мой второй моё 2 измерить но другое на пол сантиметра пол сантиметра это разница большая вас малюсенький образец пол сантиметра а вы представьте вот ширину вашего изделия сколько этих пол сантиметров поместится там может на 5 сантиметров уже увеличится или уменьшится по реальная плотность поэтому вы образец измерили оставили его там например сделали расчеты на следующий день пришли снова измерить этот ваш образец и сравнили есть у вас ли разница очень внимательно раскладывайте образец не измеряйте кромочные измеряйте все рабочие петельки еще был такой вопрос вот если мы вяжем по кругу то мы получается повторяем раппорт узора несколько раз но если мы связали образец то у нас еще есть петли симметрии которые вы справа слева от раппорта и как бы получается мне девочки спрашивали их измерять не нужно то есть по сути если вы провязываете только петли раппорта когда вы вяжете по кругу тогда и в образце вы тоже должны их измерить на самом деле это не так вы измеряете полностью целиком весь образец у первой петельки до последней не считаю кромочных это ваша плотность чем больше петель вы измерили тем лучше ошибка также состоит что когда вы про что хотела сказать еще в чем ошибка забыла девочки сейчас я почитаю что вы пишите и вспомню по поводу образца что же хотела сказать всем привет алиса приветик сегодняшняя поездка с огромной пробкой помогла мне начать все трудности у меня впереди думаю что справлюсь конечно это хороший настрой александра скажите сертификат по брошкам и по платью можно будет один одним письмом прислать так я девочки по брошкам сертификаты еще не высылала я хочу их выслать сразу с сертификатами по платью потому что как правило у меня это занимает целый огромный день и вот я там всем их вышлю я публикую тоже брошечки ваши у себя в личном профиль очень хочу поделиться саша в юбке если прибавлять по 2 петли в рапорте через рапорт 7 раз это же красивее равномернее чем два раза прибавить в каждом рапорте по 2 петельки за всю длину да 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 чем меньше петель вы прибавляете в круге и чем чаще вы их прибавляете по всей длине юбки тем юбка у вас лучше расширяется да это так или оставить один рапорт не тронутым один прибавлять все время что красивее в моих ромбиках но узор тоже на на узор тоже надо смотреть в целом вот то что ты права как ты говоришь что если прибавлять по кругу предположим 10 петель но за всю длину юбки прибавить 10 раз чем в круге прибавлять 20 петель на прибавки сделать 5 раз вот первый вариант лучше но смотреть естественно надо тоже по своему узору так точно точно образец во второй раз измерения были другими а были другие результаты ну вот вот но я про что говорила что когда вы второй раз измеряете образец возможно у вас другие сантиметры будут совсем что-то я еще хотелось а вот что еще хотела сказать когда вы специально вяжите образец большой такой вот там три четыре рапорта широкий высокий а потом вот берете зачем вы его тогда вяжите я не знаю вы берете измеряете серединку один рапортик образец вот такой а измеряете в один рапортик в ширину и высоту зачем тогда вы вяжете такой большой образец но понятно чтобы потренироваться чтобы посмотреть посмотреть на узор но вообще на самом деле мы вяжем образец с большой столько стой с целью чтобы были более точные расчеты вот как раз когда вы измерили полностью от 1 до последней петельки ваш большой образец и вверх тоже от первого рядочка до последнего ваши расчеты будут более точными не нужно измерять только один рапортик это будет чем больше петель вы измерите чем больше рядов тем точнее будут ваши расчеты это очень важные я вас учу хоть и делать расчеты да правильно каких делать как правильно размышлять на эту тему где какие мерки у вас где какие размеры свитера вы должны посчитать но на самом деле самая первая самая важная часть в правильности расчета чтобы вы потом попали в ваш размер это связать большой образец и четко его измерить это самое главное именно поэтому я не люблю переводить плотность в один сантиметр в одном сантиметре там 30 петель в одном сантиметре двадцать семь целых тридцать семь это я слишком много в одном сантиметре три петельки в одном сантиметре вверх там цены 75 сотых ряда вот это я тоже не люблю потому что вы можете округлить слишком мало то есть наоборот слишком сильно округлить вот эти ваши значения это же где-то там два три четыре сантиметр к у вас потом не сойдется и получится что платье ну или там ваша вещь она не по ширине не так вы вы хотели поэтому я и лучше вот люблю считать по пропорциям тогда вот эти вот доли сантиметриков вы нигде не теряете никакие доли петелек рядочков вы не теряете вас тогда все на месте приветик приветик всем еще раз повторюсь я рассказываю о некоторых сложностях трудностях с которыми столкнулись девочки на время вязания платья если у вас были какие-то трудности пишите много девочек тут я вижу кто участвует в интенсиве дальше еще такая проблема тоже не проблема вопрос вот если вязать длиннющая платье в пол там сантиметров 100 110 даже она же вытянется понятное дело мы тогда делаем расчеты не на 100 сантиметров она 90 если платье ниже колена и если вы вяжете из хлопка я всегда советую делать расчеты примерно на 5-10 сантиметров меньше чем само платье даже если вы свяжите огроменный образец даже если вы его правильно измерить и учтете что после влажно тепловой обработки ваш образец вытянулся все равно из-за того что всплатье чисто под своим весом даже не из-за пряжи а просто под своим весом вытянется если она длинная поэтому если вяжем длинное изделие будь то платье будто кардиган будь то какое-то вот там жилет удлиненный то мы все равно берем немножко меньше сантиметров в длину чтобы потом не было больно когда она в процессе носки вытянется сантиметров на 5-10 ну вот если это что-то короткое 80 90 сантиметров я на 5 сантиметров меньше делаю расчеты если это что-то подлиннее типа 100 110 сантиметров я там могу минус 10 сантиметров брать и она мне тогда будет точнее вот это тоже очень такой важный нюанс очень-очень будет плохо когда вы 110 свяжите но у вас до 120 до 130 вытянется и вы потом будете его нести в руках это платье у меня ничего не получится так как в рапорте при прибавке петель прибавляются ряды как быть прибавки через увеличение размера спиц не подходят мне я на нужно вязать образец вот как я показывала вот такой вот образец связать сразу со всеми прибавками то есть я понимаю что эти прибавки они будут по всей длине юбки но вот такой образец сразу в каждом рапорте делать прибавки и измерить самый широкий раппорт раппорт средний рапорт чуть поменьше еще поменьше и тогда будет понятно ну какие там прибавки к чему приведут плюс количество рядов всем это количество рядов мы знаем это же все это перевести в количество рапортов тоже ты знаешь до скольки ты свой рапорт увеличишь ты знаешь высоту рапорта и ты можешь посчитать сколько рапортов на уменьшение поместится в твоих рядах это чисто такое знаете уже касается каждого воде в отдельности то есть невозможно это все рассказать в целом обо всех вот у каждого есть что-то где-то какой-то вот такой вот нюансе которые обязательно нужно посчитать конечно ну тут сто процентов дальше следующий вопрос который был про поводу пройм вот приветик если у меня спущенное плечо а я хочу рукав какой мне рукав вязать мне вязать рукав сака там мне вязать рукав просто прямоугольный не вязать какой-то скошенный рукав это же самое с по вопросу если у меня пройма вот такая вот классическая что мне делать какой мне рукав к этой пройме присобачить и то же самое если у меня майка вот такая вот без рукавов треугольничками какой мне присобачить рукав там вот потому что про рукава то я не рассказывала если у вас спущенное плечо то есть вы вяжете просто прямо свою спинку и вперед своей спинку и вперед то там рукав у вас тоже точно такой же должен быть тоже прямоугольный тогда вы смотрите интенсив по платью оверсайз у нас там были такие рукава и такая спущенная пройма вы делаете все расчеты рукава по той пройме если у вас классическая пройма вот таким полукругом который я тоже рассказывала у нас в каком-то эфире тогда вы вяжете рукав сакатом и вы тогда смотрите интенсив по вязанию свитера с втачным рукавом и там делаете все расчеты по рукаву с акатом никакой другой рукав сюда не подойдет если у вас маечка тогда вы не делаете рукав совсем потому что он там не очень вяжется либо если вам очень сильно нужно когда вы открываете интенсив по вязанию реглана свитере главным у меня есть у меня есть кардиган регланом и вы тогда делаете рукав регланом то есть вы не вяжете по кругу здесь вы делаете с шибной реглан вот это тоже важно понимать какой рукав какому какой модели вы прикрепляете вот если такой рукавчик но вот у меня здесь по моему такой обычно но вы девочки делали просто вот такой вот небольшой треугольничек такой до который вот так вот просто чтобы закрыть плечико пришивается тогда его расчеты все делаются точно так же как делаются расчеты проймы как делается расчеты выреза только наоборот вырезе у нас тут убавки а здесь они будут у вас идти тоже убавки но они будут как бы с внешней стороны эти это просто перевернутый вырез тоже можно все это сделать по круглому вырезу все расчеты чтобы вот таком вот вот в таком стиле был рукавчик ну вот как почти как у меня таким небольшим закрытием плечика в индийском стиле такая сегодня да а где все раньше было по 300 слушателей летом летом всегда так летом всегда так обычно зимой когда вот восемь часов или девять часов это прям такое время чтобы сесть с чайочком связанием то летом нет летом получается все на морях на даче пятница сегодня четверг сегодня четвергами вот плюс интенсив во время интенсива тоже кстати скажу честно мало зрителей потому что не интересно не интересно в том плане что проще пойти потом ли на ю тубе посмотреть повтор и сделать все расчеты чем смотреть эфиры в прямом эфире пытаться что-то понять это да есть такое вот дальше следующая проблема это по поводу юбки если я я вот вам рассказывала как вязать юбку сверху вниз и я вам рассказывала расчеты по поводу прибавок в юбке но вот если вы хотите связать юбку снизу вверх что делать тоже такая частая проблема что делать что делать если случилось так что я не хочу юбку которая сверху вниз вяжется я хочу сразу снизу вверх нормально вязать тогда вы делаете точно такие же расчеты вот один в один как я рассказала вот полностью просто все расчеты точно так же только вы слова прибавки меняете на слова убавки и все у нас были прибавки у вас будут убавки все то же самое я не вижу смысла рассказывать вязание юбки рассказывает расчеты юбки при вязании снизу вверх и сверху вниз по отдельности это не имеет никакого смысла потому что абсолютно точно такие же расчеты то есть вы можете брать совершенно спокойно все эти юбки которые я рассказывала и вязать их снизу вверх и делать убавки у и точно мне пятница не пятница эфира нет и в пятницу родители приезжают а сегодня родителей не значит сегодня четверг у меня тут своя система потому что я тоже теряюсь какие дни недели а я наконец прямом эфире приветик вам я юбку связала снизу вверх по кругу но на собака такая закручивалась закручивалась снизу после влажно-тепловой обработки может все пройти если юбка лицевой поди связаны тогда до закручиваться будет так дальше следующая проблема это по поводу вот этого все той же юбки и по поводу узора смотрите девочки себе связали вверх у них галочки смотрят вверх узор у них смотрит вверх потом они сели делать расчеты сели вязать юбку и столкнулись с трудностью а что делать у меня же теперь юбка получается перевернутая и узор перевернутый и получается предположим были галочки и смотрели вверх а теперь галочки будут смотреть вниз и проблема и ступор и мне сразу стали писать саша что делать помоги мне что переворачивать схему узора можно в принципе перевернуть но не все узоры можно перевернуть так чтобы получилось то же самое что у вас при вязании снизу вверх сверху вниз и снизу вверх то есть уже возможно узор исказиться не все узоры можно перевернуть вообще не все косы можно перевернуть но мы говорим про ажур ажур не весь можно перевернуть вот и тогда да у вас получается перевернутый узор это нормально посмотрите у меня пробное платье я всегда это говорю в пробном моем платье узор перевернуты и у меня там цветы даже есть цветы у меня смотрят вверх нижней части цветы смотрят вниз вообще на самом деле ажур настолько интересная интересный узор что можно его и так и так вязать и переворачивать и все равно будет смотреться хорошо то есть сразу изначально если вы планируете вязать так как мы сначала вверх а потом вниз вы сразу посмотрите нравится ли вам как ваш ажур будет выглядеть перевернута и это никакая не ошибка это никакой о боже она перевернула жура наносите юбку вверх ногами это вообще нет никаких тут проблем никто не говорит что правильно вязать только так они как иначе может можно узор вязать перевернутом состоянии вспомните реглан сверху вниз все вяжут реглан сверху вниз и никого не смущает чтобы здесь например на регланной линии петельки смотрят вниз ни разу никого не смутило но может кого-то и смотина но у меня никто в этом не спрашивал поэтому тут тоже самое вообще нет никаких проблем что у вас ажур перевернуты дальше следующая вопрос по поводу тоже вот небольшая такая то же самое но небольшое отступление от темы когда вы вяжете прибавки и убавки что делать вы рассказали про прибавки в юбке способы прибавок вы рассказали про 6 разных способов прибавок а что делать если вижу юбку снизу вверх какие тогда способы убавок помните я вам рисовала такую картинку сразу уронила ножницы не знала что ножницы лежат у меня тут на этой бумажке потянула бумажку уронила вот вот эту рисовала вам картинку и это были прибавки способы прибавок юбки вот вы сразу задаете вопрос что делать если у меня убавки какие способы убавок юбки бывают вот все то же самое точно так же можно сделать убавки те же берете расчеты и точно так же все это вывязываете нету каких-то дополнительных отдельных способов убавок на юбке все то же самое то есть прибавки убавки они зеркальны так а вокруг тела закручивалась было журнал узор закручивалась вокруг тела полотно косила а если косила полотно может такое быть может косить полотно от неправильно скрутки у пряжи есть такая скрутка может косить полотно при вязании бабушкиным способом изнаночных и лицевых петель и может это все совместится и поэтому полотно может косить очень многие девочки избавились от этого когда перешли на вязание классическим способом петель лицевых и изнаночных есть такие пряжи как пряжу такие можно так сказать да во множественном числе которые как бы вы там не старались все равно будут косить есть узоры когда пряжа узор скрутка бабушкины все это вместе то будет косить и прям конкретные после этого возможно ничего не изменится но тут нужно разные варианты смотреть и возможно какой-то из этих вариантов ваш а я вчера довязала вырез спереди сфоткалась в зеркале маме она говорит непонятная длина в пол говорит только вечерние платья носят мне саша скажу по секрету мне саша мой моему саше не нравится вот это платье которое пробная в пол вообще он говорит она ужасно и хотя она у меня набрало максимально большое количество лайков за всю мою историю видение инстаграм профиля потому что она длинная она бабская и она какой-то совсем не на каждый день я обожаю длинные платья я бы их носила реально как можно больше но хочется и короткая тоже носить поэтому меняю вот на самом деле не считаю так что длинное платье это обязательно какое-то вечернее это обязательно какое-то торжество должно быть это обязательно свадьба или день рождения считаю что наоборот женщина должна каждый день выглядеть круто и платье длинное вообще не проблема никакая когда будет эфир про вышивание я обожаю ваших пиро у нас недавно прошел интенсив по вышивке брошек следующий будет чуть позже саша у тебя горло после эфиров не болит не думала по поводу приобретения петлички у меня есть очень хорошего качества микрофон но я им не пользуюсь за ненадобностью причем есть даже микрофон похуже и тоже им не пользуюсь два у нас есть один очень хороший причем он очень дорогущий саша как всегда он не может что-то такое выбрать среднее всегда покупает самое лучшее тоже как там это в чате да с девочками обсуждали вот поэтому есть хороший микрофон горло не болит и я же не кричу я тут нормально разговариваю так был хлопок с вискозой петли классика возможно узор все дело в узоре виды пряжи особенно твида все жалуются на твич тонко сид возможно в узоре дело возможно в скрутке нитки так главное чтобы рост позволял длинная седа а не позволяет я помню какой они рост 176 сантиметров дальше по поводу еще в этом как это сказать даже не знаю даже не то чтобы обидно было ну вот какое-то такое чувство немножко не очень приятное было когда мне девочки писали что я не разобралась как мне мой ажур расширить разными способами поэтому буду вязать шестым секретным способом буду менять петли то есть понимаете девочка выбрала смену ой буду менять спицы диаметр спиц девочка выбрала смену диаметра спиц не потому что я этот вариант понравился или она хочет связать быстро или хочет большие дырки что тоже круто а потому что она не разобралась во всех остальных способов способах прибавок вот это к сожалению вот немножко как-то знать такое неприятное было чувство потому что я считаю что разобраться очень важно очень важно понять как что делать как правильно эти прибавки как правильно убавки если вы снизу вверх вяжите как хотя бы знаете чисто вот теоретически рассмотреть ваш узор и подумать как бы можно было этот узор расширить расширить ваш ажур вот но из-за того что кто-то поленился кто-то испугался не в не было таких много девочек на несколько было они говорят я буду вязать штатным способом потому что я не разобралась вот в моем все в моей ситуации я буду до последнего разбираться возможно я не выберу этот способ но мне важно понять а потом выберу я все-таки простой какой-то способ но зато я буду знать что я четко разобралась я поняла и вот когда вы будете думать над тем какие у прибавки вам сделать в юбке очень советую разобраться во всех прибавках разобрать ваш ажур а потом уже если хотите вязать шестым секретным способом увеличения диаметра спиц ну вот тут мне кажется просто и ваша недоработка надо доработать все темы которые я рассказывала что мы будем вязать следующем интенсиве не знаю девочки не знаю будет когда следующий интенсив я всегда ну как-то стараюсь не обещать потому что меня это очень очень сильно я чересчур ответственная и меня это очень сильно как то на меня это давит то есть я понимаю что мне готовится если я знаю что мы будем вязать я понимаю что мне надо писать какие-то публикации по поводу следующих интенсивов мне надо писать конспекты мне надо продумать пряжу когда у меня это все в голове начинают крутиться я немножко начинаю нервничать меня это давит душит поэтому я люблю вот как любая девушка захотела провела захотела не провела вот наверное это так и будет естественно я где-то за недели три-четыре вас предупрежу понятное дело но вряд ли это будет в ближайшее время это точно не будет в сентябре скорее всего в октябре в ноябре будет следующий интенсив если будет потому что опять таки я очень не люблю прям вот сильно обещать я хочу чтобы это для меня как это было все легко так вот с легкой по это руки поэтому пока не обещаю но так вот чтоб вы рассчитывали примерно шикарно значит никого не слушай это по поводу роста согласно саша по твоим видео любой разберется но не всем хватает усердия несколько раз пересмотреть и включить голову очень не всем поэтому еще знаете мне очень приятно даже что мои видео не для всех приятно знаете почему чтобы потому что они бесплатные мои видео и мне хочется мне реально очень хочется чтобы если человек включил я щас объясню что значит не для всех если человек включил мои видео чтобы он реально разобрался и связал мне бы было очень обидно когда я продам какой-то например в pdf формате мастер-класс девочка его положит в стол и ничего не свяжет вот мне обидно было бы потому что я таких мастер-классов не делала потому что я хочу чтоб мои труды то что я вам доношу то что я даю чтобы они использовались вот поэтому я рада что мои мои видео такие длинные мои интенсивы такие длинные что реально если кто-то будет вязать там сто процентов воспользуется если он захочет воспользоваться он реально потому что там ну невозможно не связать либо он включит видео посмотрит и скажет о боже куча болтовни выключаю либо он реально сядет и разберется вот поэтому не для всех это в том плане что они так что купил пусть жить а реально к тот кому надо тот посмотрит и сделает вот поэтому я даже здесь в каком-то плане собой горжусь что мне такие мудреные все эти эфиры длинные интенсивы потому что реально люди будут пользоваться кому надо кому не надо тот купит pdf мастер-классы ну не всегда вот я со многими девочками общалась не всегда вяжут то что покупают и купили pdf и и положили в стол как-нибудь свяжу потом вот мне было бы обидно если я так раздавала свои знания девочки заплатили но и давались поэтому у меня так у меня таких мастер-класса в столе штук 20 вот видишь они я только про это сказала главное достоинство учителя научить думать а не действовать по подобию спасибо вам очень приятно спасибо я принципиально не покупаю мастер-классы мне интересно самой понять разобраться ну вот я никогда не буду говорить что какой-то мастер-класс хорош какой-то плох я считаю что у каждого на каждый товар свой покупатель вот вы вы у меня на мой товар нашлись кто-то продает pdf и все отлично тоже всем нравится тоже все вяжут поэтому разные должны быть мастер-классы ну вот я со своей стороны хочу сказать что мне гораздо приятнее когда вы смотрите реально вяжите они просто когда это у вас где-то там в закладках лежит если лежит закладках тогда тоже ничего страшно потому что это бесплатно все у меня добрый вечер настя успела только под конец ничего ничего так что еще еще были были проблемы с плечевыми швами они сейчас есть к сожалению пока вы сшивали плечи ваш ажур он же должен совпасть вот у вас два плечика одно и второе вы сшиваете ваш ажур должен четко совпадать все ваши накидики они должны совпадать они должны находиться один над другим потому что помним да что у нас зеркальном отражении наши узоры вот здесь на плечевых швах тут и с той стороны и вот они должны четко совпадать и к сожалению частенько видела когда девочки сшивали а у них один накид здесь 2 здесь и например ромб идет вот так а второй ромб уже немножко здесь причем не потому что они в шахматном порядке вот он просто немножко съехал куда-то очень важно правильно сопоставить все эти плечики если что-то у вас не получилось очень важно перешить вот прям берете все это дело за распускаете ниточку вытягивайте и перешивайте вот эти плечи они будут мы практически на уровне глаз то есть люди которые будут с вами общаться которые будут вам подходить они не увидят что там у вас какой у вас подол например какие у вас там накиды снизу вот прям совсем у краю но плечи они заметят они заметят горловины если она как-то некрасиво оформлена некрасиво обвязана они заметят плечевые швы и это тоже как-то не очень конечно я за то чтобы все было идеально естественно что если снизу вас там какие-то накиды не очень тут тоже нужно все делать аккуратно вот но верхняя часть вот как правило это та на которую всегда смотрит поэтому ну вот не очень аккуратно сшитые плечевые швы они всегда выглядят они всегда портят внешний вид вот тоже важно поработайте над этим если у вас не получилось я понимаю вы связали целое платье вы сделали в эту а вы уже его примере ли вам нравится вы довольны ходите по дому и еще сейчас перешивать эти швы когда уже хочется завтра его надеть и поскорее там пойти куда-то на прогулку конечно же хочется поскорее 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 вот но вот эти вот нюансики они очень важны потом в итоге когда вы когда вы уже наденете платьишко и будет что-то не очень можно при сшивании плечевых слов швов после ажуры связать лицевой гладью соединить да можно чтобы у вас был аккуратненький вот здесь аккуратненько полосочка с лицевой гладью тоже можно да вот ну и последнее то что мы рассматривали вчера это обвязка края вот если тоже то же самое что с плечевыми швами настя лекция сейчас будет я опоздала аж на 40 минут поэтому вот стараясь мне перерыва не будет видимо нога все позже ему звонить девочки не после эфира наверно пойду еще и и там как-то я не знаю обрабатывать чем-нибудь сижу и вот постоянно болит нога из-за ноги я опоздала у меня тут травма небольшая случилось обвязка края вот тоже если у вас будут неаккуратные кромочные петли тоже есть такое ну как-то не так связали где-то не то натяжение разного там разные высоты кромочные петельки тоже обвязка она всегда хорошо потом вам хорошо помогает вам да сделать ваш внешний вид вот этого края аккуратным поэтому не пренебрегайте обвязкой платье можно обвязать крючком разными способами не пренебрегайте если вы видите что мы не очень у вас там но вот проймы вырез тоже можно обвязать вчера я показывал как я обвязываю траумель из нет но они у нас в аптечке спирт йод зеленка перекись вата бинт и все и несколько мазей которые для сашиных швов все больше ничего у нас есть еще аптечка дэвисовая к сожалению там тоже много всего для дэвиса такой человеческой аптечка у нас принципе дома никогда нет ну и и и аптеки рядом нет вот поэтому спасаемся тем что есть вот ну вот я в принципе рассказала обо всем чтоб такими вот точечными такими знаете моментами какими-то проблемками я вам это все рассказала что в целом вы видели картину и чтобы вы вот на этих нюансах не застопорились чтобы не получилось так что вы вяжете вяжите хоп то есть лучше все таки это учесть где-то там галочки поставить и расслабиться потому что все в порядке короче у вас в аптечке только для ножевых ранений видимо да мы все тут живем в поле мы все переживаю что случилось да ничего страшного я вышла на улицу посмотреть на пожар у нас лес горит рядышком и дэвис на меня накинулся пробежался столкнул упал и проволокой мне немножко ногу вот так вот ну вот просто по ноге проехался проволокой может вечернюю лекцию перенести не я не мучаюсь вообще все нормально просто но вы знаете когда ну блин когда какой-то там порез или какой-то ушиб небольшой все но немножко болит саж если не дай бог диарея как без аптечки ничего страшного у нас такого не случается пока если случится то нас двое кто-нибудь из нас я думаю что побежит в аптечку ой в аптечку в аптеку поедет потому что пешком и тут не добежим хотя вот у нас недавно открылась аптечка два километра от нас можно туда сходить ну и плюс есть еще в соседней деревне аптека но туда нужно ехать пешком это скорее всего отдать где-то час надо туда эти но вот мы живем уже сколько лет честно скажу конечно всякая может жизнь случится это понятное дело но живем сколько лет и пока надобности такое не было ну и плюс естественно я же говорю что нас двое и кто-нибудь кого-нибудь обязательно выручит откуда диарея не свежая кушаю дома у нас нет огорода все одно в принципе все с рынка но главное успеть это да мы кстати думали даже о том что скорую ну тут вряд ли можно вызвать реально вот так вот живешь в поле можно вызвать но у нас нет адреса у нас нет адреса объяснять вот доедете до деревни и поедете дальше по полю только так обычно когда нам привозят какую-то мебель или вот что-то типа того технику то так и объясняю на телефоне едете по дороге поворачиваете направо слева то то справа то потому что у нас нет вообще да не обязательно не свежая кушать я тоже думаю что это может случиться с каждым могут у нас только до птичка к сожалению после его болезни фух ну все кстати вот тут у нас 6 же времянка и у родителей там есть какие-то таблеточки типа какие-то легкие но я туда никогда заглядывала то есть наверное там есть у них аптечка у родителей так что если что можно будет все заглянуть во время ну все девочки давайте прощаться мне уже тут должна лекция быть по фотографированию вязаных изделий у меня там очень много всего уже хочу скорее по координатам да вот это скорее всего да очень хочу же поскорее рассказать всем нашим девочкам которые приготовились я думаю они наверно уже ждут не дождутся и думает почему я не прихожу я уже пойду уже пойдут час я напишу главное срок годности смотреть это да это да это понятно но вообще у меня мама медик готовы я тут пытаюсь писать у меня мама медик и я всегда на телефоне если че что-то я всегда ей что какую таблетку какое но это бывает настолько редко то что пока не было никаких случаев таких вот прям серьезных пока обходимся как они сказала средствами от ножевых ранений все давайте прощаться до понедельника в понедельник сделаем эфир может быть вы уже все это делаете все платья покажу все платья которые вы связали а пока пойду пока пойду проводить дальше следующую свою лекцию кто меня там будет ждать переходим туда на youtube кто не будет тогда уже до понедельника ваши все фотографии ваших готовых платьев до 19 августа включительно до самого вечера можете мне скидывать даже в понедельник днем можете скидывать все это будет засчитано сертификаты я обычно высылаю вот в течение недели то есть не обязательно это будет понедельник мне нужен там целый день чтобы все это внимательно все это внимательно вам расписать и выдать я довязала вперед поздравляю поздравляю я еще свое платье сама не довязала надеюсь что в понедельник в эфире я буду в нем в бордовом своем платье которое я вижу в интенсиве вместе с тоже должна показать да что я тоже могу за четыре недели все пока девочки до понедельника жду ваши платья пока саня будешь смотреть мой эфир а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...